В Волгоград с рабочим визитом прибыл главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым на главной высоте России они возложили цветы к вечному огню и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова. На мамавом кургане Виктор Золотов и Андрей Бочаров почтили память защитников Отечества. Во в зале воинской славы руководитель Росгвардии оставил запись в книге памяти, где выразил благодарность коллективу музея-заповедника за сохранение исторической памяти. Далее почетные гости отправились в музей-панораму «Сталинградская битва». Именно здесь состоялось награждение особо отличившихся бойцов Росгвардии. Среди присутствующих те, кто нес службу на границе, охраняя там порядок и безопасность. Всего же медалями были отмечены более 50 сотрудников правоохранительных органов. Им рождается орден мужества полковник полиции Магомед Магомед Алиевич, командир специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии в Республике Дагестан. Я хочу всех вас и вашей семье поздравить с наступающим праздником и пожелать, естественно, вам счастья, здоровья и, конечно же, медленного неба над головой. Андрей Бочаров поблагодарил Виктора Золотова и личный состав Росгвардии за участие в подготовке к проведению 75-летия Сталинградской победы. Это очень масштабное, серьезное мероприятие, к которому мы готовились практически 4 года. И без такого взаимодействия нам бы сложно было провести на высоком уровне, в том числе обеспечение безопасности. На межведовственном совещании, которое провел Виктор Золотов, обсудили главные задачи обеспечения безопасности в период Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашем городе уже летом. В зале присутствовали заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Леонид Беляк, руководящий состав подразделения Центрального аппарата Росгвардии, руководители силовых и правоохранительных ведомств региона. В режиме видеоконференции к работе подключились представители Минспорта Российской Федерации, Оргкомитета России 2018, руководители региональных органов власти и территориальных управлений Росгвардии, МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России по Краснодарскому краю Ростовской области. До начала чемпионата осталось всего 113 дней. В городе Герои Волгограде завершены строительства, модернизации основных объектов чемпионата, дорожных, коммунальных, инфраструктурных, спортивных, транспортных. Ряд объектов находится в режиме пуска-наладки. На завершающей стадии находится строительство стадиона Волгоград-арена. Вопросы безопасности участников, зрителей и гостей чемпионата являются для нас приоритетными. Они решаются в тесном межведомственном взаимодействии с региональными управлениями Федеральной службы безопасности, МВД России, Росгвардии, МЧС России и другими заинтересованными службами. Также стоит отметить, что в регионе продолжается подготовка кадров, которые во время чемпионата будут обеспечивать безопасность на стадионе, в аэропорту, на объектах железнодорожного и автотранспорта. Регулярно проводятся учения и тренировки. Алена Пузына, Вести 34.